Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад возможности вместе продолжать наш молитвенный марафон. Сегодня у нас 26-й день, когда мы вместе читаем, размышляем над Словом Божьим и, безусловно, вместе молимся. И наша тема называется «Важные ритуалы». Я узнал много истин о духовном оружии, которое Бог предоставил своим детям, наблюдая за попытками сатаны украсть, убить и погубить. Далее мы рассмотрим чудесную силу Божьего оружия в духовной битве, с которой сталкивается каждый христианин. Те, кто связан с сатаной, могут повелеть демонам напасть на людей и наложить до них проклятие. Когда я служил пастором на восточном побережье Соединенных Штатов, одна из членов нашей церкви попросила меня навестить пациента в больнице, где она работала медсестрой. Он впал в кому, и никто из врачей не мог установить причину. Хотя я пошел и помолился за него, через несколько дней он умер. Медсестра, которая попросила меня навестить пациента, позже рассказала мне его историю. Его бывшая подруга с Карибских островов наложила на него проклятие. И вскоре после этого он заболел. Во время моего посещения одной азиатской страны я подружился с исполнительным секретарем местной конференции. Он рассказал мне о евангельской работе в той стране. Значительную часть людей, изучающих библейские уроки, составляют молодые буддисты. Их родители, буддисты, часто говорят им «Изучай Библию и посещай церковь, но не принимай крещение». Я спросил, почему их родители столь категоричны. Секретарь поведал мне, что родители посвятили своих детей еще младенчестве буддистскому богу. Были случаи, когда повзрослевший ребенок принимал крещение и становился христианином, а его семья подверглась демоническим нападкам. Приведенные мною примеры относятся к участию злых сил в духовной войне. Однако мы также можем извлечь из них некоторые уроки относительно участия Бога в этом конфликте. Я узнал, что сатана может вмешиваться в жизнь ребенка, чьи родители практикуют спиритизм, даже если он сам не принимает непосредственного участия в подобных практиках. Но есть и чудесная истина. Если ребенок растет в христианской семье, ее благочестивое влияние дает Богу право доступа к его жизни. Мы никогда не должны преуменьшать значение христианской семье. История о молодых буддистах, чьи родители запрещают им креститься, потому что боятся нападков демонов, многое говорит о Божьем оружии. Когда родители христиане приводят своего ребенка в церковь для посвящения Богу, этот ритуал имеет большое значение. История про молодых буддистов помогла мне осознать, насколько важным и могущественным средством является обряд посвящения детей в церкви. Когда ребенок посвящен Господу, это дает Богу право действовать в его жизни. Должен признаться, что в течение многих лет я считал такие ритуалы, как посвящение детей и крещение простыми обрядами, которые следует практиковать, потому что Библия призывает нас это делать. Я считал их символическими, не понимая их полного значения в жизни человека. Теперь я убежден, что эти ритуалы играют жизненно важную роль в отношениях человека с Господом, даже в его вечной участи. Личные размышления и обсуждения. Какова цель сатаны в отношении человеческого рода? Дает ли детям преимущество воспитание христианской семье? Если да, то в чем оно состоит? Почему в некоторых буддистских семьях родители не хотят, чтобы их повзрослевшие дети принимали крещение? Посвящение ребенка Богу и крещение – это всего лишь символические жесты? Какое духовное преимущество дает человеку обряд посвящения ребенка Богу и крещение? Молитвенное задание. Молитесь вместе с вашим молитвенным партнером о том, что Бог исполнил вас своим Духом. О том, чтобы Бог вошел в вашу жизнь и руководил ею. О людях из вашего молитвенного списка. Наша тема сегодня – важные ритуалы. И прочитав ее вместе, я думаю, вы поняли, о каких важных ритуалах говорит сегодня автор. Благословение, особая молитва за детей, а также крещение. Знаете, в жизни каждого из нас есть очень много моментов, ситуаций, когда мы до конца даже не догадываемся, что бы могло случиться, произойти, если бы не Божья защита, охрана, если бы не ангелы Божьи, которые находились в этот момент с нами и спасли нас, уберегли. Порой в критической ситуации мы это замечаем. К примеру, как ехала машина прямо навстречу нам, и невероятным образом не произошло столкновение. Или много-много подобных ситуаций, когда Бог спасает нас. Это только один аспект. Не говоря уже о духовной войне, о духовной битве, которую мы видим еще меньше. Как важно, что мы понимали, что когда я прихожу к Господу, когда я строю отношения с Ним, когда я молюсь за моих близких, родных, то это дает Господу право действовать в их жизни. В следующие два дня мы будем говорить еще больше об этой теме, мы будем говорить о ходатайственной молитве. Но сегодня подумайте о том, насколько большое значение имеет, к примеру, особая молитва благословения детей. Когда маленькому ребенку несколько месяцев родители вместе с дедушками, бабушками приходят в церковь и совершается эта особая молитва, когда пастор, пресвитеры молятся о нем. Вся церковь является свидетелями этого. Эта молитва преследует несколько целей. В первую очередь, это благодарность Господу за этого чудного младенца, за то, что в этой семье он родился. И эта молитва охраны, то, чтобы Божьи ангелы вели, помогали ему дальше в жизни, даровали здоровье и все необходимое. Также эта молитва о родителях, о том, что Бог даровал мудрости им в воспитании, в первую очередь прививая ему христианские ценности. И также эта молитва о всей церкви, о том, чтобы и она принимала участие, снисхождение и проявляла любовь к этому ребенку. И мы до конца не понимаем порой, насколько это является большим благословением. Когда мы говорим о крещении, это публичные заявления перед церковью, перед свидетелями о том, что я желаю своей жизни стать на сторону Божьей. Я хочу быть с Господом в завете, с Ним в близких отношениях и открыто заявляю, что я на Его стороне. Мы понимаем, что, безусловно, есть противник Божий, которому не нравится, когда в жизни людей происходят эти моменты. Они становятся на сторону Божьей. Но с другой стороны, очень важно, что мы помнили, что Бог сильнее сатаны. Он победил его. И когда мы становимся на сторону Божьей, это приносит нам благословение, как сегодня, как в нынешней жизни, а также является гарантом встречи с Господом, когда Он придет за нами во второй раз. И да поможет нам Господь, чтобы мы понимали важность отношений с Ним, важность этих ритуалов, и чтобы мы трепетно относились к Его повелениям. Помолимся вместе. Господи, мы благодарим Тебя за милость, любовь каждому из нас. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Ты благословляешь нас, Ты помогаешь нам, Ты охраняешь нас. И мы очень часто видим Твою поддержку, Твою руку в нашей жизни. Боже, мы сегодня говорим о важных ритуалах. И мы коснулись только двух. Это благословение детей, особая молитва, а также крещение. Боже, прошу, помоги, чтобы каждый из нас не пренебрегал этим, но чтобы в нашей жизни были эти особые моменты, также в жизни наших детей, внуков. Боже, я прошу, помоги, чтобы мы помнили о том, что Ты сильнее дьявола, чтобы мы стремились всегда быть на Твоей стороне, и доверять Тебе полностью. Господи, прошу, помоги, чтобы не было ничего, что разделяет нас с Тобою. Помоги нам в этом во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok